Друзья, дорогие! Если в буря жизни дух твой утручен, Тучами уныния путь твой обрачен, Вспомни, сколько милости Господь явит, Удивляться будешь, что Он совершит. Милости Господь, вспоминай, считай, Все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, Удивляться будешь, что Он совершит. Время ли в заботы на тебе лежит, Тяжко, еле горь, душу тяготи? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, Вспросив все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господь, вспоминай, считай, Все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, Удивляться будешь, что Он совершит. Вспомни, как Он щедро наделил, Удивляться будешь, что Он совершит. Видишь ли, богатых на земных путях, Вспомни, как сокровище на небесах, Всякую нужду восполнит сам Господь. Золото дороже то, что Он дает. Милости Господь, вспоминай, считай, Все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, Удивляться будешь, что Он совершит. Вспомни, как Он щедро наделил, Удивляться будешь, что Он совершит. Дорогое собрание, дорогие дети Божьи, Слава нашему Господу! И мне понравилось это слово. Милости Господни, вспоминай, считай, Действительно, наш Господь, Он милостивый Бог. Он сегодня сохранил каждого из нас жизнь. А самое главное, Он дал нам жизнь вечную И упование на нашего небесного Отца. Я прочитаю 99-й псалом, И мы будем благословлять это место пребывания на этом месте. Благословим друг друга, Каждый благословим сердца проповедников, певцов, И пусть имя Господне прославится. Итак, 99-й псалом. Воскликните Господу вся земля, Служите Господу с весельем, Идите при лице Его с восклицанием, Познайте, что Господь есть Бог, Что Он сотворил нас, И мы Его народ, И овцы паствы Его. Входите во врата Его со словословием, Во дворы Его с хвалою, Славьте Его, Благословляйте имя Его, Ибо Он благ, Милость Его вовек, И истина Его в рот и рот. Дорогие друзья, Господь нам дал Слово Свое истинное, И поэтому сегодня нам нужно просто Открыть свое сердце, Открыть свои уста, И прославить Бога за то, Что Он так милостив к нам, И сострадает нам, И помогает нам, И дает нам это прекрасное время Общение с Ним. Пусть Бог благословит наши сердца, Уста проповедующих. Кто будет петь сегодня хор, Пусть будет служить благословением Для славы Божьей. Давайте преклоним наши головы Перед лицом нашего Господа И прославим Его. Дорогой Небесный Отец, Я благодарю Тебя, Господи, Я величаю Тебя, Божий Иисус, За милость и благость Твою, Которую Ты дал, Господи, Каждому из нас, Божий Владыка, Пусть наши сердца сегодня не умолкают Благодарить Тебя. Пусть наши сердца сегодня, Господи, Божий мой, Возносят хвалу Тебе и славу За то, что победа пришла Через Иисуса Христа. Жизнь нашу мы спасены, Мы оправданы, мы омыты, Господи, Мы храним и Тобою, Господи, Когда мы, Божий мой, на путях наших, А Ты охраняешь нас, Ты ведешь нас, Ты помогаешь нам, Господи, Божий мой, Ты, Божий мой Иисус, Рука Твоя святая, Которая, Господи, Божий мой Иисус, Не сократилась, чтобы благословлять. Благослови же, Господь, Отче неба земли. Возьми каждое сердце, Господи, Божий мой, За руку свою поведи, Божий мой, Этими путями жизни, Путями благословения, Господи, Божий мой. Кто-то нуждается в Тебе, Чтобы сегодня открыть свое сознание, Открыть свое сердце, Прославить Тебя, Господи, Примириться с Тобой. Благослови. Благослови, который сегодня радуется Пред лицом Твоим. Пусть эта радость общения, Она передастся на других, Господи. Пусть, Господи, кто-то плачет сегодня В слезах, Господи. Мы также, Господи, Божий мой, Должны быть поддержкой. Благослови наши сердца. Пусть имя Твоё прославится И через песнопение, И через молитвы наши, Господи, А также, Боже, Через проповедь Евангелия, Которую Ты сегодня предлагаешь, Господи, для каждого из нас. Пусть, Господи, еще наш духовный, Внутренний человек Напитается этой духовной пищей. И дай, Господи, нам возрастать Познание Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя и славим за все. Вечный Бог. Будь возвеличен и прославлен. Царь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. В своем псалом Я иду к Тебе, Боже, Я иду к Тебе везде. Я иду к Тебе, Боже, Я иду к Тебе, Боже, Я иду к Тебе по земле. Я иду к Тебе в днем, Раскираю с Тебя ночью, Ожидаю Тебя утром. Я иду, иду к Тебе, Я иду к Тебе днем, Раскираю с Тебе ночью, Ожидаю Тебя утром. Я иду, иду к Тебе. На пути устали ноги, Брак издранил мою душу. Я усталый путник, Боже, Поспеши ко мне, Боже мой, Я иду к Тебе в днем, Раскираю с Тебе ночью, Ожидаю Тебя утром. Я иду, иду к Тебе, Я иду к Тебе днем, Раскираю с Тебе ночью, Ожидаю Тебя утром. Я иду, иду к Тебе, Силы дай, иду к Тебе днем, Силы дай, иду к Тебе днем, Я иду, иду к Тебе днем, Раскираю с Тебе ночью, Ожидаю Тебя утром. Я иду, иду к Тебе. Пожалуйста, садитесь сейчас в служение хора. Силы дай, иду к Тебе. Силы дай, иду к Тебе. Силы дай, иду к Тебе. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» индивидуально, лично. Для нас это просто непостижимо. Как это он может, будучи на небесах, а здесь видеть каждого и видеть еще сердце, вполне преданно ему или же нет? Когда читаешь это место Священного Писания и думаешь, Господи, непостижимо, не могу даже представить себе, что в одночасье ты каждого индивидуально видишь, каждому хочешь помочь, поддержать. Он хочет быть не только рядом, но и у нас. Он говорит, что я стою у двери и стучу. Оказывается, у каждого сердца стук-стук. Это все к тебе, дорогой друг. Это у твоего сердца, у твоей души. Стоит Сам Христос. И находясь на этом святом месте, мы чувствуем прилив новых духовных сил. На всяком месте у очей Господней они видят и злых, и добрых. Оказывается, что он не только видит, чье сердце вполне предано ему, но он еще и видит и злых, и добрых. Оказывается, каждый человек, рожденный на этой земле, он находится под пристальным взором нашего Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. И когда мы смотрим на Священное Писание, мы смотрим, что действительно так это было. Агарь у источника, она выгнана, и ей нету места уже в жилище Авраама, она нету там приюта, а она находится в пустыне. И ее спрашивают, что ты здесь? И вот она все объясняет. Да он знал, он видел, он видел огорченную душу, и он там в пустыне ее и встретил, и спрашивает, почему ты здесь? Илья, тот, который находился в пещере, он сказал, что уже довольно, я не хотел бы даже жить. Находится в пещере, а Бог приходит к нему и спрашивает у него, Илья, а что ты здесь? Самый ответственный, самый такой критический момент, а он уже тут как тут, и он спрашивает, что ты здесь? Да вот всех пророков побили, и моей души ищут. Действительно, Бог только может находиться в неприступном свете, а также приходить к человеку и разговаривать с ним на его понятном языке. Ахав в винограднике тоже смотрит, уже это его виноградник, это уже все, а он, говорит, послал и спрашивает, а ты что здесь? Ну, что ответить? Я в своем винограднике или как? То есть, Господь видит и знает намерение сердца и движение мыслей. Иона в очреве кита. Я, когда читаю это место священного Писания, я просто поражаюсь, Господи, как это так могло быть? И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу, Богу своему из чрева кита. Я даже не представляю, как это можно в чреве кита, будучи на такой глубине и в таком месте, что там, наверное, желудочный сок где-то уже исчипало и пекло, потому что находиться три дня и три ночи – это немалое время, находиться там, чем дышать, что есть, что пить, как жить. А Бог слышит на такой глубине. Он видит Иону. И помолился Иона Господу, Богу своему из чрева кита. И сказал Господу, «Возвал я скорби моей, и Он услышал меня, и из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Ни вода, ни волны, ни глубина, ни широта, ничего не может удержать непосредственное общение Бога с человеком. Он убежал, кажется, но он далеко не смог убежать. Дорогой друг, брат и сестра, тот же самый Бог, индивидуально, лично твой и мой Бог. Ты, когда молишься, говоришь, «Мой Господь и мой Бог, услышь мою молитву, помоги мне». А он уже готов и давать ответ. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскую травою обвитая была голова моя, и до основания горы я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я глазом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». Такая молитва в таком месте, и она была услышана. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Сколько раз в нашей жизни бывает, кажется, ситуация такая, что неизбежно только одно горе и одна беда. Но у Господа есть полный ответ. Иона говорит, что я принесу Тебе в жертву. Будучи там, на глубине, и уже в очреве кита, он уже обещает, я принесу Тебе жертву. Не это ли является упованием славы? Это действительно человек полностью осознал себя, полностью воззвал Господу так, что был услышан. И он действительно пошел. Пошел туда, где невозможно было бы даже, чтобы они обратились. Но не невитяне обратились к Господу. И действительно, что и жертву он мог принести нашему Господу. А таких примеров ряд можно поставить, где действительно Бог видел и своевременно помог. «Зародыш мой, видели очи Твои, твои книги записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Действительно, Бог видел не только нас, уже взрослых, но Он видел даже, когда были в очреве. Слава Ему! Я, когда начинаю углубляться в это место священного Писания, я просто проникаюсь любовью к Господу такой, «Господи, Ты знаешь меня, Ты знаешь меня от самого начала, когда, возможно, еще на земле не был, но был в очреве, и Ты и там видел. Слава Ему! Он видит Тебя везде! И в преклонных годах Он видит Тебя!» На Фанаил, который находился под Смоковницу, то Иисус сказал, «Я видел Тебя под Смоковницу!» там, когда Он говорил, что Он говорил? И говорит, «Я Тебя видел». Видел тогда, когда Нафанаил Его не видел, а Он Его видел. Действительно, наш всевидящий, всемогущий, всезнающий, вездесущий, все наполняющий, все созидающий, неописуемый, неутомимый, неследимый, Вседержитель Господь и Бог, Он видит нас, знает нас, и поэтому, когда мы сейчас преклоним колени наши, «Верь, дорогая душа, что Твою молитву Он услышит!» Зачастую люди говорят, «Да я уже молюсь уже несколько лет, а никак не получил ответ!» Бог знает, Бог слышит, Бог поможет, да будет имя Господне благословенно! А сейчас, каждый, сидя на своем месте, прочувствует, что рядом с Тобою Тот, Который видит Тебя и знает Тебя, Он ждет молитвы Твоей, Он ждет Твоих желаний, которые Ты откроешь, Он хочет исполнить желания боящихся Его, в упалях слышит и спасает их. Поэтому преклоним наши колени и с полной уверенностью, что Господь нас видит и слышит, и знает наши трудности и проблемы, Он может и хочет исполнить желания Твоё. Аминь. Преклоним колени наши и сердце наше. Наш Господь, дорогой, я Тебя сердечно благодарю, История, за Твою безменную и термическую любовь, за то, что Ты плакал, Ты милосердие, Ты справедливый, Господи, и силен морить чудеса, Господи, для действительно, если Иоанна на такой момент, что Иоанна, почему бы Кита был, благий, Господи, так и дело, что Иоанна выбросил Бога. Я сужу Бога, слава Тебя, и дал возможность сегодня совершить то, что Он должен был сделать, про Господь, Господь, я верю в то, что Ты так же дает мне нам, что Водо, Боже, принятели, Тебя, и силен, и силен, и рады, но иметь, Господи, от Тебя Бог, и аромат Тебя и аромат Тебя, и ό, она неначетно трудится в нашем сердце. Слава Тебе! Слава Тебе, Господь, дорогой, что Тобой душа согрета. Ты велик, Господи, а мы так слабые, Малый Господи, влекается настолько красотневный, Господи, и насыщенный скорбями переживаниями. Ты все видишь, Ты все знаешь, Ты знаешь, как подойдет Тебя Бога, как дать ответ Богу, ответ совершенный. Слава Тебе, Боже, что Тобою только душа согрела, и вели Господи, а мы так слабы и малы, немощны, Боже, постоянно нуждаемся в Тебе. Слава Тебе, Господи, несмотря на наши немощи, Ты заделал нас царями и священниками, Богу нашему, Господи, и мы будем царствовать с Тобою на веки и веки. Все, Боже, это видоисменится, Господи, временное, Боже, оно заменится вечным. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, наш Господь, дорогой Бог, что Тобою душа согрела, и в Тебе, Господи, Боже, все ответы на наши нужные проблемы. Слава Тебе, Аллилуйя Тебе, наш Господь, дорогой, что Ты здесь, Боже, что Ты любишь каждого в отдельности. Любовью вечную, святую Ты возлюбил, поэтому простер благоволение, Господи. Ты нас таких немощны, Господи, но Ты сделал царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на веки с Тобою. Слава Тебе, Боже, что Ты это временное, которое мы переживаем в нашей плоти, Господи, оно останется здесь на земле. Но вечная душа и дух наш, Господи, они будут взяты к Тебе. Аллилуйя, слава Тебе! Слава Тебе, Боже, что много для нас непостижимо. Да Ты великий Бог, Тот, Который может только все это сделать. Да будет имя Твое благословенное. В продолжении этого служения я умоляю Тебя, Боже, благослови, Боже, подходи к каждому сердцу, Боже, и каждому дай пережить и прочувствовать близость Твою и дыхание Твое. Да будет имя Твое превознесено, да будет оно возвеличено и прославлено в жизни нашей и словом, и делом. Великий и благословенный Бог, благослови все служения, благослови проповедующих, молящихся, поющих, Господи. И все, что Боже на этом месте, да будет во славу Твоего имени наш Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Все вместе споем псалом. Чудову песню спас мене дав с небесной высоты. 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 И в сердце вселила мелодию, Радию теперь же я. В моем сердце есть мелодия, Яка чудово есть. В моем сердце есть мелодия, Это мелодия любви. В моем сердце есть мелодия, Яка чудово есть. В моем сердце есть мелодия, Это мелодия любви. Буду співати спасови я, Коли там зійдемось усі. О, як мені там буде радостно, Коли зустрену свої. В моем сердце есть мелодия, Яка чудово есть. В моем сердце есть мелодия, Это мелодия любви. В моем сердце есть мелодия, Яка чудово есть. В моем сердце есть мелодия, Это мелодия любви. Друзья, пожалуйста, займайте свои места. Сейчас Светлана расскажет стих. Группа «Живой поток» исполнит псалом и затем пение хора. Группа «Живой поток» Я не знаю, как вам, А мне это напоминает весну. Стихотворение называется «Весна в душе». Белоснежная, тонкая, легкая шаль Опустилась вдруг на деревья. Я знаю, приходит парада, весна, Время радости, счастья и пенья. Почки лопнули, И показалась листва, А в саду распустился цветок. Так душа после мрачного, темного сна Дала жизни прекрасный росток. Она тянется к Богу, как к солнцу цветы. Без Христа ведь нет жизни, поверьте. Так прекрасно сиянье Его красоты Искупил ведь Он душу от смерти. И воскресшая Богу Творцу Песнь хвалы Воспевает она в изумлении. Как так можно любить И вот так все простить, Просто так подарить ей спасение? О, прекрасный, воскрешенный Иисус, дорогой, Как весенняя пышная роза Источает чудесный живой аромат. Так душа хочет петь Тебе, Боже. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Богу приятно, когда люди, церковь, братья, сестры оставляют все земное и приходят, поют, молятся и служат Богу. И мы хотим на славу Божию спеть. Боже, когда я стынаю, прочь отгоняю грехи, Кто нас понять только может, Боже, один только Ты. Нет, нет, я не один, со мной мой Бог, Он понимает и знает, в нем и покой, и любовь. Ты своим голосом нежным скажешь «Прощаю тебе», Ты в тишине, не смолкая, слышится песня во мне. Нет, нет, я не один, со мной мой Бог, Он понимает и знает, в нем и покой, и любовь. Если в долине суровой нас окружают враги, В городе никто не поможет, можешь помочь только Ты. Нет, 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 я не один, со мной мой Бог, Он понимает и знает, в нем и покой, и любовь. Если друзья исчезают в полу земной тесноты, Руки твои утирают, горькие слезы мои, Нет, 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 я не один, со мной мой Бог, Он понимает и знает, в нем и покой, и любовь. Если пошлешь испытанье, в страшном и долгом бою, Слышу, как Ты помогаешь, тихую песню пою. Нет, 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 я не один, со мной мой Бог, Он понимает и знает, в нем и покой, и любовь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Благословен Господь Осиона! Живущий в Иерусалиме! Аллилуйя! 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 Слава Богу! Скажем, Слава Богу! Аллилуйя! Название моей проповеди сегодня будет «все оставляется вам «Дом ваш пуст». Такие слова сказал Иисус Христос израильскому народу. Он сказал такие слова городу Иерусалиму, город, который сам себе имеет название «Шалом», «Мир», «Безопасность». Вы знаете, именно вся трагедия израильского народа заключается в том, что они не только уклонялись от Господа, когда Он им давал закон, и не хотели соблюдать заповеди Его, но когда пришел сам Иисус Христос, Бог, они Его не приняли. Большая часть израильского народа Его не приняла. И Иисус Христос говорит такую очень интересную притчу, и в ней очень глубокий смысл. Она написана в Евангелиях Матфея, 22 глава, с 1 по 15 стих. Я только буду читать основные стихи, и мы порассуждаем над этим. Говорится, что Царство Небесное было подобно человеку-царю, который сделал прачный пир для сына своего. Он послал, и один за другим званные не захотели прийти. И говорится, что мало того, что они не захотели прийти, но они также убили рабов, которых послал Господин. И они убили и оскорбили их. И услышал об этом царь, разгневался и послал войска свои, истребил убийц этих, и сжег город их. Пророчески говорится об Иерусалиме. Вся эта 22 глава, потом 23 глава, Евангелие от Матфея направлены к израильскому народу. И Иисус Христос обличает их в том, что они не хотят принять Его. Он обличает народ израильский и вождей их народа в лицемерии, в гордости, в том, что они не идут к Богу и других не пускают, что они имеют только лишь вид благочестия, что они не имеют силы Божьей, что они только имеют вот эту внешнюю религиозность перед людьми, но оставили в законе суд, милость, правду. И они превратили поклонение Богу в ритуальное служение, которое не угодно Ему. Но самое главное, что они не захотели покаяться, они не захотели принять Христа своим личным спасителем. Они отказались прийти на брачный пир Анца. И Бог разгневанный, Он говорит о том, что Он придет и Он разрушит этот город. Мало того, что был разрушен город Иерусалим, был также разрушен храм. Это надежда иудеев, надежда евреев на то, что Бог сохранит этот город. Был храм, но и храм был разрушен. И вот хотелось бы, чтобы не только мне рассказать вот эту историю, но и извлечь из этой истории уроки, которые и сегодня, основные принципы Божьи остаются вот на страницах Священного Писания, и мы их можем употребить, мы можем их увидеть в нашей жизни. И говорится о том, что 23 глава Иисус Христос говорит, я буду читать, я буду говорить своими словами, что я, говорит, пошлю к вам пророков, мудрых и книжников, иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. И здесь есть некоторый такой намек на то, что распнете, распяли Иисуса Христа, и Иисуса Христа распяли. И говорится, что, дальше говорится, что пройдет определенное, говорит, время. 36 стих 23 главы говорит, истинно говорю вам, все сие придет народ сей. Не умерло еще поколение людей, которые слышали это слово, как уже пришло в 70-м году. Бог отвел ровным счетом 37, может быть, 38 лет иудейскому народу на покаяние. И потом произошло то, что в Священном Писании наговорится, что Бог мстил им за то, что они не поверили Ему, за то, что они отказались принять Его. И я буду читать 23 главу 37, 38, 39 стих, и я положу их в основании в своей проповеди. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляются вам, дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня». Вы знаете, как я уже говорил, да, Бог много говорил израильскому народу. Сам факт тот, что они были собраны и в этом, в Иерусалиме, в том, что они были, опять им позволили собраться в израильском, пусть они не имели израильского государства, но они жили на своей земле, была милость Божья. Приходит Иисус Христос, Мессия, и большая часть евреев отвергают его. Они презирают его, они не хотели с ним ничего иметь общего. И говорится о том, что он говорит, «Я хотел вас собрать, как птица птенцов, под свою защиту». Птица собирает своих птенцов для того, чтобы защитить их. Интересно, что один из первосвященников говорит, они очень первосвященники, фарисеи, они когда услышали это миролюбивое учение Иисуса Христа, чтобы кто у тебя ударит по одной щеке, ты подставь другую, они сразу, их тоже взволновало, говорится, что вот если так все оставить, как есть, то он будет сотворить много чудес, люди в него уверуют, придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Они понадеялись на свои силы и не поверили в Иисуса Христа, в то, что он может защитить. Какая трагедия, вы знаете, может происходить и в нашей жизни, когда мы надеемся на наши силы, и говорится, и мы отвергаем ту защиту Божью, тот план Божьей защиты, который он предлагает его нам, людям верующим. И в 70-м году история говорит, да, и само Писание говорит, что об этом будет, но история также дополняет, что иудеи опять подняли восстание. Восстание было настолько сильным и мощным, что даже поначалу римские солдаты не могли подавить его. Но потом прошло некоторое время, и они подавили это восстание. Город был полностью разрушен. Был разрушен Иерусалимский храм. Именно само были тысячи, если не сотни тысяч иудеев были проданы в рабство, некоторые были убиты и были рассеяны. Так евреи потеряли свое право жить в городе Иерусалиме. Иерусалим был превращен в пустыню на многие годы. Даже само название Иерусалим, потом позже, не разрешали называть этот город Иерусалим. И какое-то время город потерял это название. И вы знаете, даже сегодня мы видим, что израильский народ, живя у себя в стране, они не суть хозяева. Постоянные взрывы, постоянная конфронтация с арабами. Другие арабские государства очень сильно жестоко, очень жестко настроены. Очень подавить государство Израиль любым путем. И Божь дал такое чудо, что израильское государство вновь было восстановлено. Но по сути дела, даже сегодня мы знаем, что город Иерусалим, он попираем язычниками. Город разделен на четыре части. Иудейскую, христианскую, армянскую и арабскую части. И евреи там не хозяева, хотя этот город принадлежит им. По праву которому, по обетованию, которое дал Бог, наш Спаситель. И говорится о том, что все это будет, все это будет. Дом, вот так пришло запустение в этот город. Долгое время, как я говорил, Иерусалим даже не называли этим городом. Проходит немного времени, только совсем немного времени. И, как я говорил, уже даже сегодня, да, Бог дал такое сильно большое чудо в шестидневной войне. И Израиль отстоял свою независимость, отстоял. И действительно, сегодня они имеют вот это государство, как я говорил, они уже как бы хозяева, но сами и не хозяева там, потому что постоянно против них замышляют кто-то полностью истребить государство Израиля, полностью всех евреев. И это не только что, допустим, арабы, но даже страны, которые очень далеко находятся от Израиля, они замышляют делать любое зло этому израильскому народу. И Иисус Христос говорит, что оставляется дом ваш пуст. Вы знаете, это духовное разорение, которое имели иудеи, оно в конечном итоге, оно вылилось и в материальное разорение. Как я говорил, город был разрушен. И эти страдания иудеев будут продолжаться до тех пор, пока они не примут Иисуса Христа. И пока они не примут Иисуса Христа своим Избавителем, своим Спасителем. В послании к римлянам написано 11 глава, в 11 главе 25-27 стих. Я буду читать с 26. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». И говорится, что «Ибо сказываю вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня». Я еще помню, был маленьким и слушал рассказы взрослых и всегда говорили, вот Иерусалим, израильский народ, никогда не будет иметь покоя до тех пор, пока они не обратятся к Господу, пока они не уверуют в Иисуса Христа. И только те евреи, которые уверовали в Иисуса Христа, обретят покой. И это, говорит, их наказание, которое на протяжении уже проходит почти двух тысяч лет. Евдей не имеют покоя, евреи не имеют покоя, потому что всегда против них что-то замышляют, против них готовы, их готовы уничтожить, их готовы просто стереть с лица земли. И много раз мы слышим заявление, может быть, вы слышите даже заявление президентов стран, которые говорят, а эту страну мы хотим стереть с лица земли. Но Бог не дает эту возможность уничтожить евреев, но и покоя не имеет израильский народ. Вы знаете, чему учит нас эта история? Вы знаете, эта история учит нас очень многому. Я хочу сказать, что настало то время, помните, когда мы приехали сюда в эти Соединенные Штаты, и эта страна была основана на библейских принципах. А сегодня, вы знаете, все отвергается. Вы знаете, если бы вот эти люди, с которыми потеряли человеческий облик жизни, и вы с ними поговорите, спросите их, а какое у них прошлое? И у многих из них бабушка, дедушка, мама, папа ходили в церковь. И эти люди, которые потеряли человеческий облик жизни, они тоже имеют какие-то христианские корни. И на сегодня смотришь на этих людей, и дом их пуст. И так написано даже об Иуде. Вы знаете, что написано так, да будет двор его пуст. Само слово пуст, опустошение. Там, где нет Бога, там, где пустота. А, помните, там нет ничего доброго, там приходит запустение, там приходит запустение, оно не только духовное, оно выливается в материальное запустение. Я много беседовал с людьми, вот на работе беседую, разговариваю с людьми. Вы знаете, они многие знают о Слове Божьем, подобно тому, как когда-то знали евреи о Слове Божьем. Они знали о приходе Иисуса Христа. Если читать книгу пророка Даниила, то можно совместить, можно посмотреть по седьминам, когда придет Иисус Христос. Может быть, не с точностью до года, но все равно по седьминам можно было предсказать, что это именно тот великий пророк, именно он спаситель, который предлагает вот это спасение израильскому народу. Но нет, они его отвергли. И сегодня смотришь, знаешь, беседуешь с людьми, которые, я провожу такую параллель, люди, которые знали иудеи там и которые знают о Боге здесь. Вы с кем здесь сегодня не побеседуете? Все знают основные принципы спасения, они все знают об Иисусе Христе. Я как-то побеседовал одному с одним из индейцев, он сам из Индии, но живет здесь, в Бивертоне, и он в нескольких строчках, в нескольких словах, в нескольких предложениях мне изложил, что такое христианство. Это прощение, это спасение по вере, это принятие Иисуса Христа. И я просто был удивлен. Этот человек абсолютный атеист, но он знает основные принципы спасения. Этот человек отрицает спасение. Ему не о чем даже говорить, казалось бы, что-то ему сказать, что-то новое. Вы знаете, я беседовал, вот, и может быть, вы беседовали с мексиканцами, или белыми американцами, или вот румынами, или даже с нашими русскоязычными людьми, которые отступники, которые отступили от Бога. Они все знают хорошо Писание, они знают основные принципы спасения, но вот соблюдение у них и покаяние, они не ищут этого, они не ищут Бога. Вы знаете, подобно тому, подобно тому, как Бог отвел время спасения, он еще продлил этих 37 лет, и потом он только стал мстить израильскому народу, Иерусалиму, за то, что они не приняли его. Вот, подобно тому, и здесь Бог продлевает вот эти дни, но люди прожигают эти дни, они ни о чем не думают. Я не знаю, заметили ли вы, но особенно, когда поедешь в даунтаун, насколько деградируют люди, которые здесь живут. Просто эти люди теряют человеческий облик, и действительно сбываются над ними слова Писания, что говорится, двор его пуст, пустота, эти люди ничем не заполнены, вот, эти люди просто жалко мне на них смотреть. Сегодня такая большущая проблема, я смотрел программу, одна, которая называется 20-20, и говорится, что в стране растет количество заключенных. Работодатели жалуются на то, что сложно нанять человека, которому можно просто доверять. Разговор не идет о профессиональных качествах человека, разговор идет о том, что человеку просто не могут доверить эту работу, он не честный человек. Это пустота, пустота, которую имеют люди в сердцах своих, она принадлежит Богу, Бог должен ее заполнить, имея вот эту пустоту, она в конечном итоге, она реализуется в материальное. И я беседовал со своей соседкой, она пробейшен офисер, она говорит, что только пять процентов людей, с которыми она занимается, возвращаются к нормальному образу жизни. Этим людям нужен Спаситель, этим людям нужен Христос. Но когда беседуешь с ними, они так настолько сильно противятся благодати Божьей, просто удивляешься. Они смеются с этого. Подобно тому смеялись с этого со слов Иисуса Христа преследовали, еще израильский народ еще преследовал церковь потом, когда уже она образовалась в Иерусалиме. И сегодня нас не преследуют, но вы знаете, сильно распространять Евангелие нам тоже не дают. Не потому, что страна такая, не потому, что законы такие. Нет, это люди не хотят слушать. мы должны понимать, что это что подобно тому еще один из библейских принципов, которых я нахожу в этой истории, что Бог подводит черту. Вот Бог говорит все, достаточно. Я говорил им. Я не знаю, как Он подведет черту здесь, как Он подведет черту в западном мире, в котором мы живем, здесь в стране. Мне жалко этих людей. И, как я говорил уже, у многих из них христианские корни. Это живые люди. Я смотрю на них, и хочется молиться, хочется плакать, но не можешь ничего изменить. Это пришла духовная пустота в жизни этих людей, и она в конечном итоге реализуется в материальную пустоту. Это пустота, и только Бог может ее заполнить. Это место принадлежит Ему. и я хотел бы обратиться даже, может быть, и к тем дитям верующих родителей. Я вам скажу, что никто не может заполнить эту пустоту. Эта пустота только принадлежит Богу. Только Бог может дать вам смысл жизни. Только Бог нам дает смысл жизни. И человек имеет даже человеческий образ жизни. Он имеет человеческий вид. Он не творит с собой ничего, никакого уродства, не надрезает уши и тому подобное. Вы знаете, я не знаю, как Бог подведет черту, но я знаю, что Он подведет черту. Как это будет? Разрушение, стихийное бедствие, мы никто не знаем этого. Я не пророк, я не знаю, что будет, но я знаю точно, что так дальше не будет. Бог проводит время, дает время людям покаяться. Может это будет Бог с каждым индивидуально судиться, может быть это будет судиться со всей страной, с обществом, с городом, со штатом, или государством, или с континентом. Я не знаю, как это будет, но я знаю, что Бог подводит черту, подобно тому, как Он подвел черту для израильского народа, подобно тому, как Он подвел черту для Иерусалима и сказал, говорит, что ты не знаешь, ты не узнал времени посещения твоего, придут на тебя, окружат тебя, детей твоих убьют, ужасное разрушение пришли в жизнь этих людей. И написано так, что не прошел рот этот, как все началось сбиваться. И мы читаем дальше книги, что же произошло дальше. Что же произошло с теми людьми, с людьми верующими, иудеями, с Иерусалимской церковью. А написано, что они знали Слово Божье, которое сказал им Иисус Христос. И говорится там, говорится так, что когда все это вы увидите, и увидите, что Иерусалим окружен, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И Бог им дал выход. Да, Бог дал выход. И Бог чудесным образом сохранил Иерусалимскую церковь, людей, членов Иерусалимской церкви. Он говорил о том, что когда будет все это происходить, если вы находитесь вне города, не заходите в город. Если вы находитесь на кровле, то не заходите в дом взять что-то важное. Бегите, бегите. И история говорит о том, что они все ушли в горы, и они все были спасены. Я хотел бы задать себе и вам такой вопрос. Потому что, знаете, смотря на историю израильского народа, просто создаешься диву. Как они не могли? Почему они не уверовали? Но они не уверовали. Они положились на свои силы. они говорили, вот придут римляны, и кто будет защищать город наш? Кто? Все будут иметь вот это миролюбивое учение, они не будут противиться злу. Но они отказались возложить свою защиту, свою жизнь, и отказались от свою жизнь отдать Иисусу Христу. И остается, что остается нам делать людям верующим? Конечно же, мы молимся за эту страну. Написано, чтобы мы молились за благосостояние города, в котором мы живем. Я надеюсь, что мы дальше будем молиться об этом. Молиться за неверующих родных, конечно же, мы молимся об этом. Конечно же, по возможности мы говорим об этом людям неверующим. Но настает такое время, я думаю, что я не знаю, когда это будет, но я знаю, что когда-то подведет Бог итог, и Он скажет достаточно, я говорил вам, вы меня не слушали. Настает время, когда мы должны научиться всецело положиться на Господа, проверить себя и доверить свою жизнь Ему всецело, потому что подобно тому, как Иерусалимская церковь, они услышали слова Иисуса Христа, Он сказал, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Я искренне верю, что действительно часть из того из Евангелия от Матфея 24-25 главы уже сбылось, отчасти чему надвижит сбыться, когда придет наш Господь Иисус Христос, и Он подведет уже большую черту, Он поставит всякому беззаконию человеческому, скажет нет, церковь будет забрана на облаках, а люди, которые здесь останутся, останутся на гнев Божий. Священное Писание говорит, что мы не определены на гнев Божий, но при этом Священное Писание не говорит о том, что мы не будем страдать, но на гнев Божий, на гнев Божий, церковь Божия не остается, дорогие мои. Это мы четко должны понимать, что Господь защитит своих, хотя, даже если нам и придется пострадать, но научимся всецело ему доверять. Слава Богу! Дорогие друзья, давайте, вставшись, споем псалом «Наша надежда, Ты, Христос» и сделаем материальное служение. Наша надежда, Ты, Христос, Ты нашу счастье и покой, Ты наша радость, Ты наша жизнь, Ты наши счастье и мечты. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь подогаем, на Тебя зору стремляем ввысь к небесам. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь подогаем, на Тебя зору стремляем ввысь к небесам. Ты пострадал за нас, Христос, ты на кресте пролил свою кровь, ты нам спасенье ныне принес, ты нас избавил от горя и слез. на Тебя на Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь подогаем, на Тебя зору стремляем ввысь к небесам. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь подогаем, на Тебя зору стремляем ввысь к небесам. И в силах мы оценить ту любовь, которую Ты открыл для нас вновь. Ты с неба доброту кротость принес, дай светлый разум понять это все. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь подогаем, на Тебя зору стремляем ввысь к небесам. на Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь подогаем, на Тебя зору стремляем ввысь к небесам. слава Господу, пожалуйста, занимайте свои места, сейчас служение хора, псалом номер 170. 870. Христос ведет обяток на землю, Нет в облице, чтобы украли. Принят он в зал, в глаза, в гости и люди, Солнце свершит слоя над людьми. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Слава Богу! Последние черты Божьего терпения. Вот тогда уже напрасно и плачь, и слезы. И вот, кстати, проповедь моя немножко с этой темой и связана. Проповедь бы я назвал такой фразой. Прошлое, которое лишает человека будущего. Когда-то у меня были какие-то мысли, я ими поделился уже, наверное, несколько лет назад. Ну, знаете, оно как-то... Новые примеры, новое что-то хочется добавить. И вот почему-то есть такое расположение, желание. Эту тему сегодня озвучить. Прошлое, которое лишает человека будущего. Ну, давайте прочтем стих. Филиппийцам 3, 13. Послание к филиппийцам. Вторая часть 3, 13. Вторая часть стиха известная всем. А только забывая заднее, простираюсь вперед. Забывая заднее, простираюсь вперед. Вот об этом сегодня мы поговорим. Что есть иногда вещи, когда нужно забывать заднее и идти человеку дальше. Ну, вообще, если распределить всю жизнь человека, да, она состоит из трех периодов. Из трех частей. Это его прошлое, это настоящее и это будущее. Будущее не знает ни один человек. Никто не знает своего будущего. Никто не знает дня, часа, собственной жизни, смерти, болезни, чего угодно. Никто этого не знает. Настоящее, это вот как написано в Библии, доколе можно говорить ныне. Вот ты встал, проснулся, вот это твое настоящее, это мое настоящее. И прошлое, это вот каждый день он уходит в прошлое. Вообще интересно, что время, это такая уникальная вещь. Мы в Библии встречаем много чудес Божьих. Встречаем, что даже останавливалась земля. Вот солнце стояло, когда Иисус Навин имел войну, и он взмолился с той солнца. Мы понимаем, уже может земля это как-то остановилась, так как она вращается. Мы знаем, когда море расходилось. Мы знаем, когда воскрешали мертвые люди, исцелялись слепые, хромые, больные. Но нигде в Библии мы не находим, чтобы Бог кого-то позволил вернуться в прошлое и его исправить. Вот нет такого, нету. Поэтому вообще все идеи о машине времени, о путешествиях в прошлое, это миф, это сказка. Потому что это нету такой возможности. Потому что если можно вернуться в прошлое и все исправить, так зачем тогда Эдемский сад? Зачем тогда жертва Христа? Ведь можно все исправить. Увы, прошлое остается прошлым. И сегодня мы на эту тему поговорим. Прошлое, которое лишает человека будущего. Вообще, как-то сегодня модно так слово появилось психолог. И вот если мы посмотрим, послушаем, что предлагают психологи современному обществу, как правило, они что-то подобное говорят. Они говорят, а вот расскажи, как там у тебя детство было. Да-да-да, ага, рассказывай, да. А вот там все, нашли проблемы. Значит, твой дядя когда-то в детстве тебе что-то там запретил, он тебя там наказал. Все, вот этот дядя не позволил тебе стать или папа, или кто-то, кем бы ты мог стать. Все, вот-вот все проблемы там. Это очень легко, конечно, обвинить, что виноваты все там, внизу. Но мы будем сегодня копаться в своей собственной жизни, смотреть свою собственную жизнь и вспоминать свое собственное прошлое. Каждый свое. Итак, давайте по нескольким пунктам поговорим. Ну, первое, такая бы строчка прозвучала, такая мысль. Хорошее прошлое не должно нас ослеплять. Наше хорошее прошлое не должно нас ослеплять. У каждого человека до того периода, как он дожил, 20, 30, 40, 50, 60 лет, сколько ему есть, у него есть хорошие, приятные воспоминания. Я думаю, у каждого они есть. У каждого человека есть хорошие какие-то моменты, какие-то его достижения. Он чего-то достиг, он имел какой-то успех в чем-то когда-то. Это есть у каждого. Но проблема в том, что один человек понимает, что этот успех был тогда, и он закончился, и он остался в истории. И надо идти и жить дальше. А некоторые люди всю жизнь живут вот этим прошлым своим успехом, своим каким-то достижением. Мне вспоминается, когда-то я смотрел передачу одну о спорте. Ну, старая, еще черно-белая запись, где-то 60-е года, молодая девушка тогда участвовала в соревновании, такое есть соревнование «Кидать ядро», железный такой шарик, и его нужно кинуть как можно дальше. Или 60-й, или даже 50-й год. И вот она от Советского Союза поставила мировой рекорд. Она бросила его там на сколько-то метров. И буквально в этих же соревнованиях, в своей третьей или второй попытке, она собственный рекорд еще раз побила. То есть она установила два мировых рекорда. Ну, и у нее берут интервью, это уже такая почтенная бабушка, уже которая понятно, что это ядро сильно далеко и не тянет. И вот она говорит, что, конечно, так как спорт развивается, люди так больше в это вкладывают себя. Ее рекорд уже 25 раз все переплюнули, побили. Говорит, что на сегодняшний день мой рекорд, это смешной рекорд для современного спорта. Я вот так думаю, вот интересно, этот человек был олимпийским чемпионом, но она четко понимает свое место, что все, было какое-то прошлое в ее жизни, было какое-то достижение, оно прошло, закончилось, и все, его больше нет. Оно уже не повторится у нее. У него не будет, конечно, она не претендует вернуться в большой спорт, куда уже. Есть момент, есть большая опасность, когда человек живет своим добрым прошлым. Вот у меня был лично случай такой, я приехал в эту страну 8 лет назад, но у меня не было никаких достижений в Украине материальных, там чего-то, я не был директором, я ничего толком не имел, там мне было 24 года. Но я встречал своих земляков, людей, которые там чего-то достигли. И вот они приехали в эту страну, и вот он так постоянно, уже он несколько лет здесь прожил до того, как я приехал, и вот он живет вот тем прошлым, и говорит, да, вот там я имел то, вот там у меня была такая жизнь, вот так, а здесь, и уже года идут, уже он там 5-6 лет здесь прожил, а все живет теми воспоминаниями. Я говорю, ты понимаешь, там уже другая страна, там уже цены другие, там все другое. Там, если ты раньше мог бы за 100 тысяч долларов купить пятиэтажный дом на 200 квартир, то сейчас совсем другие цены. И вот, ну, я не хочу сказать, там, я молодец такой, но вот у меня так получилось, я приехал в эту страну, у меня не с чем было, не было там какого-то прошлого, чтобы я в нем купался. И пришлось здесь идти учиться, как-то получать образование, профессию, сдавать экзамены, которые я раз 10 сдавал, не сразу все далось. И я искренне говорю, я очень благодарен Богу за работу, которую я имею, за профессию, которую Бог позволил мне выучиться. Я за это честно скажу, слава Богу, братья и сестры. И думаю, каждый присутствующий за что-то это скажет. И вот, возвращаясь к этому человеку, вот с ним поговорили и как-то, и вот прошли года в его жизни, он потом здесь пошел учиться, тоже выучился, получил какую-то профессию, говорит, чего ж я раньше-то не пошел? А я скажу, почему ты раньше не пошел? Потому что твое хорошее прошлое, твое доброе, оно не позволяло тебе идти дальше, как пишет Павел, забывая заднее, иду вперед. Это такие земные, плотские примеры. Но давайте к Библии. 16 глава книга Судей. Мы говорим сейчас о том, что хорошее прошлое может человека ослепить. Книга Судей, 16 глава. Мы будем читать с 19 стиха. История о Самсоне. Пару слов о нем. Уникальная личность. Какой-то единичный случай в истории Библии, наверное, мировой. Человек невероятной физической силы. Невероятной просто. Этот человек имел такое прошлое, которого не имел ни Суворов, ни Кутузов, ни любой там, ни Македонский, ни Цезарь, никто. Этот человек в одиночку, с какой-то костью, ослиной, победил тысячу человек. Этот человек когда-то взял городские ворота и отнес их далеко. Я вот помню, мы с другом как-то на стройке дверь надо было дубовую перетащить. Ну, входная дубовая дверь. Мы ее не то втроем, не то вчетвером. Вот я представил Самсона с этими воротами. Там, наверное, надо, ну, я не знаю, пол нашей церкви, чтобы те ворота потащить. Он один этого достиг. Самсон, я думаю, уже дорос до того, что им могли пугать детей филистинских перед сном, что будешь себя плохо вести, Самсон придет, заберет. Вот знаете, как у нас там пугали своими какими-то. Наверное, это было так. У человека было мощное прошлое, мощное. Но при всем этом этот человек отступал от Бога, нарушал почти все, что можно нарушить. Этот человек начинал уже надеяться на свое прошлое. И вот читаем, что с ним происходит. Судьи, 16 глава, 19 стих. «И усыпила его Долида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь всем коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, вот ключевые слова, вдумайтесь, пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Мы знаем его конец. Его схватили, связали, выкололи глаза. Он рабом будет доживать свой небольшой век и умрет под руинами вот этого дворца филистимского какого-то человека. Все. У меня первый вопрос. У него были огромные волосы. Он сам Долиде лично сказал, что если эти волосы подстричь, сила уйдет. Вот он проснулся. Он что, не понял, что их нет? Он что, не понял, что волосы куда-то делись? Он не почувствовал это или как? Я думаю, что его проблема была, это его вот это вот такое шикарное прошлое. Говорит, пойду, как и раньше. Он был на заре. Ему много чего нельзя было. Если брать с обычным евреем, ему нельзя было многие вещи делать. Он все понарушал. Он стал пить вино, он стал прикасаться к мертвому, он стал к женам ходить, к женщинам ходить. Он связался с иноплеменницей. Он уже нарушил вообще все, что можно было. Волосы, наверное, единственное, что осталось. Я думаю, он, наверное, не понимал то, что сила-то его не в волосах его, а в Божьем присутствии на нем. Аминь, братья и сестры. Сила Божья была в том, что с ним был Бог. И Бог был с ним, пока он выполнял условия. Он был на заре. Но когда наступил момент, что уже все нарушено, уже все. И мы знаем его конец. Важный урок для нас. В нашей жизни Бог может использовать нас на служение Ему. И это бывает. И бывает, наверное, у каждого человека, который искренне хочет Богу служить. Ты сказал проповедь, и она коснулась человеческого сердца. Ты спел псалом, и он коснулся человеческого сердца. Ты сделал что-то на благо церкви людей, и это принесло какой-то плод. И вот здесь большая опасность. Если мы с тобой начнем на это опираться, тогда есть большая вероятность, что подкатит к нам гордость. А когда подкатит гордость, то Божье помазание уйдет от нас. Божье благословение отступит. Как Бог отступил от Самсона, и остался простой человек, которого превратили в слепого раба. А пока Бог был с ним, это был страх для всех филистимлян. Наше прошлое, замечательное и прекрасное, не должно усыпить нашу бдительность. Никогда никто не может, не должен себе позволить такой мысли, я вот Богу уже столько лет служил, уже столько всего наделал, так уже все, я уже стал какой-то у Бога VIP, я уже у Бога стал так, что... Да нет, конечно. Сколько людей попадало? Сколько людей начали прекрасно и служение Богу, и жизнь христианскую. Но потом вот эти вот добрые воспоминания, вот это вот почивание на лаврах таких, на вот этом всем, и человек пропал. Пропал и ушел. Мы должны знать, у нас есть Бог, который стоит над нами, который и дает всему жизнь, и дыхание, и все, который и благословляет наше служение, и благословляет наш с тобой труд, и это Он за этим всем стоит. И поэтому, если бывают моменты, когда Бог тебя или меня использовал, то воздай Ему славу, не положи это в карман, таких добрых, теплых воспоминаний, на которых потом можно вырастить дерево гордости. Мы продолжаем нашу тему. Это хорошее, доброе прошлое, которое есть у каждого. В нашей жизни у каждого есть плохое прошлое. Это тоже есть. У нас есть вещи, которые нам неприятны, вещи, которые не хочется рассказывать. Знаете, вот в этом мире, вот политики, там другие, не знаю, кинозвезды, все такое, есть журналисты, которые любят в этом всем покопаться, чтобы найти что-то такое очень плохое в человеческом прошлом, и потом выложить в журнал, в интернет, где-нибудь. Это их работа. Раскопать плохое человеческое прошлое. Когда человек известный, когда человек популярный, и потом выплывает, что вот он тогда был такой, тогда был такой. Мы с тобой такие же люди, и у нас наверняка есть вещи, ну, честно, за которые нам самим перед собой стыдно и неприятно. Они есть. У нас есть вещи, которые, ну, мы даже, может, никому не рассказываем, мы не расскажем никогда. Вот знаю я, Бог и определенный человек. И это, опять-таки, то прошлое, которое может лишить человека будущего. Скольких людей, я вот лично знаю нескольких, которых дьявол довел до полного краха, то есть эти люди в какой-то момент сделали что-то плохое. И потом сами себе не могли это простить, не могли это отпустить, просто спивались, чтобы утопить горе в алкоголе, где-нибудь еще, и так никогда к Богу и не пришли. И с ним говоришь, ты понимаешь, что Бог тебя любит, что если ты покаешься, Бог простит. Да нет, нет мне прощения, и все, и так, и так. Давайте прочтем интересный библейский стих, историю на эту тему. Марка 16, 5. Мы сейчас говорим о том, что плохое прошлое не должно нас с тобой держать так, что мы не можем обратиться к Богу. Марка 16, 5. Воскресение Христа. «И войдя в гроб, увидели юношу, это женщины, юношу, сидящего на правой стороне, обличенного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен». И седьмой стих очень важный. «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Слава Богу, братья и сестры, это место, которое меня не раз вот так вот, ну, воодушевляет, поддерживает, как-то окрыляет. ангелы, сказали женщинам о том, что Христос воскрес, сказали, что Он вас встретит. И вот ключевое слово, они говорят, ангелы, пойдите, скажите всем ученикам его и Петру. А Петр что, не ученик? Ученик? А что, Петр как-то хуже, чем остальные апостолы, которые все побросали Христа, разбежались кто куда. Там был юноша, о котором мы читаем, что он нагий убежал, его за одежду схватили, он в таком страхе, что убежал. И никого-то не было рядом с Христом. А что, Петр грешнее всех? Нет. Просто мне кажется, Петр был сам, ну, больше всех корил себя. Это человек, который несколько часов до распятия Христа сказал, что вот если все не отрекутся, я никогда не отрекусь. И буквально несколько часов пройдет, этот человек публично, три раза отрекается от Христа. И Бог же это видит. И Бог понимает это, что человек раздавленный, подавленный. Ведь это ж на себе такую ношу-то нести. Кричал и вот, и все. И поэтому, мне кажется, это не зря вот именно это место здесь. Мы потом знаем в другом Евангелии описанной истории, когда Христос лично с Петром встретится и скажет, любишь ли ты меня больше, чем они? Я люблю тебя. Посей овец моих. Это прошлое, которое стыдно, которое неприятное, которое нас давит, которое нам где-то, оно снимается голговской жертвой. Аминь, братья и сестры. И это великий доступ, который мы имеем. Вот что бы мы с тобой ни сделали, если мы искренне приходим к Богу, Он освобождает. Да, есть вещи, когда сделано и уже нельзя исправить с людьми, там, скажем, сделал ты зло какую-то человеку страшную, а человек уже умер. Да, уже это не выровнишь, но Бог может дать тебе и мне мир в сердце, покой и понимание того, что Он простил тебя. Я помню, как-то даже с этой кафедры один проповедник говорил историю, как его или родной, или двоюродный брат всю жизнь был неверующий и уже умирал, и он к нему пришел и говорит, что начал рассказывать о Христе, о Боге. И вот я запомнил эту фразу, этот человек, который был неверующий, говорит, ну на что же это будет похоже, что я же всю жизнь был неверующий, а тут вот перед смертью решил вот как-то к Богу. На что же это похоже? И он говорит, что я ему начал рассказывать о разбойнике, о Христе, о всем, и человек заплакал, и я верю, что он покаялся. Много таких свидетельств, когда даже мы верующие люди, вот как-то несем что-то, и вот нам стыдно, нам больно, нам как-то, и нам кажется, что всю жизнь нужно, не должно вот это прошлое нас тормозить, не должно. Я вот так рассуждал сам себе, Петр отрекся, но наверняка, я думаю, вот найдутся ж люди и находились, просто не написано это в деяниях, что которые бы могли Петра ткнуть, слышь, а ты что, ты проповедуешь, да? Так я был там во дворе, когда вот Христа судили, ты же три раза кричал, ты его не знаешь. Мог ли быть такой разговор? Да, конечно мог. Но я верю, что когда уже Петр, получивший силу Духа Святого, переживший это все, переживший воскресшего Христа, он спокойно, мне кажется, отвечал, да, это было, мне стыдно, Бог меня простил, и я иду дальше. Аминь, братья и сестры. В нашей жизни наверняка найдутся люди, которые тебе напомнят о моем, твоем, греховном, плохом, стыдном прошлом, но надо найти силу в Христе и идти дальше, и двигаться дальше. Еще несколько мыслей хочется сказать насчет нашего прошлого. То, что меня сегодня удивляет. Давайте мы прочтем Римлянам, 6 глава, 20 стих. Мы говорим о нашем не совсем приятном прошлом. Римлянам, 6,20. Павел пишет, «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, то есть он говорит, плод вашей греховной жизни, вот он такой, такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Важная мысль. Дела, которых ныне сами стыдитесь. Я не знаю, откуда вот это проснулось, но это как-то стало модно в определенный момент. Люди, люди, и хочу, чтобы меня правильно поняли, которые прожили жизнь в страшных грехах. Ну, блудили, наркоманили, в алкоголизме, в чем только придумать, там прожили жизнь. Они каются, Бог их прощает, и мы искренне рады. И потом эти люди рассказывают свидетельства, говорят, и вот слушаешь свидетельства, простите, может, это мне одному кажется, вот он так взахлеб рассказывает о этой греховной жизни, он с таким энтузиазмом это все говорит, вот там от ментов убегали, там то-то. Слушай, так у тебя как будто тебе жалко, что это все закончилось. Есть вещи, мы стыдимся этих дел, они нам неприятны, и я думаю, что, конечно, мы благодарны Богу, что он спасает абсолютно любого уровня грешника, но просто потом есть такой побочный эффект, как это по-английски side effects, да, молодежь? То есть, когда вот такой человек свидетельствует, вот как Бог его любит, и начинает нас с тобой косвенно, а иногда и прямо упрекать, что мы там Бога не любим, что мы там не так ему то, послушай, мы же его так и, мы его так и любим, что до наших 20, 30, сколько там лет, сохранили, что мы не знаем вкуса водки, мы не знаем наркотической иглы, мы не знаем многих других вещей, девственниками замуж выходим, женимся, вот мы его поэтому и любим, и некоторые даже вот так вот комплексы формируют у христианской нормальной молодежи, что нам и рассказать нечего, что вот, да то и рассказывая, что знаете, что мне 20 с небольшим, мне 30 с небольшим, и я вот этих всех вещей не знаю, слава Богу, за это, и за молодежь такую, и за семьи, слава Богу, братья, что есть такие семьи, что есть, что мы стараемся, родителям вкладываем, и не надо же это, поймите правильно, я общался много с такими, у нас в Украине такие есть, но для меня вот на всю жизнь остался пример один, у нас был брат один, Михаил его звали, этот человек, ну взрослый, он когда покаялся, ему уже было к 50, он имел 4 тюремных срока за плечами, он в тюрьме был, ну не знаю, кто поймет, не поймет, он был пахан, самый главный в тюрьме, бандит, он покаялся, искренне покаялся, я с ним учился в библейской школе, я никогда от него не слышал каких-то вот этих зоновских историй, мы его даже, ну мне было 17 лет, мы ему, Миша, ну ты там расскажи, как, его любимый стих, иные конями, такой басок еще, знаете, иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа нашего хвалимся, аминь, вот это все, что он рассказал, один раз он только рассказал, что-то из твоей жизни, но именно это было действительно, во славу Божию, говорит, когда пришли 90-е года, он покаялся за несколько лет, вот до этих всех событий, мы все знаем, в 90-е там, бандиты делили власть, и вот там был момент такой, когда, говорит, собирались вот старые, там эти воры, бандиты с молодыми, там что-то встреча была, говорит, а я уже покаялся, я не был уже на этой встрече, и вот мои ровесники, мои вот эти вот, по понятиям люди там встретились, и молодые достали автоматы, поубивали там всех, и все, и он говорит, я так благодарен Богу, что я покаялся, я плех бы там вместе с ними, потому что я вот так понимал, я вот так вот жил, поэтому, когда сегодня мы слышим эти свидетельства, мы Богу благодарны, И мы очень благодарим Богу, что Он таких спасает. Но мы также должны понимать, что спас Он такого, слава Богу. А то, что Тебе дал, Он прожить до этого дня, не замаравшись в этом всем, это еще вдвойне, слава Богу. Я постараюсь вложиться. Итак, еще несколько мыслей насчет нашего прошлого. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стих. Слова Христа. Мы говорим о нашем прошлом. Вот есть еще такой элемент прошлого, вы поймете о чем. «Ибо если вы будете прощать людям согрешений их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Одна из важных мыслей. В нашем прошлом наверняка, 100%, это можно говорить, можно не говорить, есть люди, которые нас обидели. Есть у каждого. Которые нам сделали больно, несправедливо, неприятно. Их надо простить. Это то прошлое, которое держит, наверное, как ничто остальное. Общаешься с людьми, вот если хватает смелости откровенно сказать, удивляешься. Взрослые, ну мои года, 30 лет, не знаю, мои ровесники, младшие, рассказывают вот с такой обидой, с таким злом о своем отце, о своей матери, как они там неправы, как они неправильно все сделали. Я говорю, слушай, ну я все понимаю, ну неправы, ну 100%, вот как ты рассказал, ну точно неправы. Ну ты же уже взрослый мужик. Уже ж надо простить их и забыть, и жить дальше. Ну так же ж. Ну не выбрал ты своих родителей, и я своих не выбрал. Их надо простить. И вот удивляешься, как иногда это людям трудно. Как люди вот эти обиды носят годами. Понимаете, это такая тема, о ней легко проповедовать, в ней трудно жить. Я понимаю, что это сложно, когда, скажем, человек... Ну что легче простить, 100 долларов ты занял человеку, он не отдал. Или 10 тысяч долларов ты занял человеку, он их тоже не отдал. Конечно, тяжело такую сумму вот просто забыть. Ну тяжело. А как простить такие вещи, когда вот человеку ты доверился, был с ним близко, рассказал так, самое сокровенное. Вот что-то из того прошлого, о котором я говорил. А он взял это и разнес всем. Это очень сложно. Это очень больно. Это очень трудно. А как вот, когда ты человеку добро, добро, а он тебе подло. Но Библия нам говорит, это не мои слова, это даже не слова апостолов, это слова Господа нашего Иисуса Христа, что нам надо прощать этих людей. Я опять здесь повторюсь, если человек... Я так понимаю, если человек кинул тебя на деньги, простить это не значит завтра пойти ему еще столько же занять. Нет, простить это значит иметь мир в сердце, отпустить это, ну все, пропали деньги. Пропали, ну все, вернуться хорошо, не вернуться, ну то так. Это не значит с этим человеком пытаться опять какой-то бизнес крутить, когда он себя показал. Но иметь какое-то внутри зло, иметь обиду, огорчение. Я вот удивляюсь, когда слышу, например, такие слова, «Вовек не прощу». Ты понимаешь, что ты говоришь? То есть ты другими словами говоришь, что «Господи, и ты меня вовек не прощай». Да нет, конечно. Это отдельная тема, и наверняка мы не раз слышали проповеди о прощении, но мне кажется, здесь очень уместно ее сказать. Еще один пример библейский, который меня тронул, ну сильно тронул. Третье царство, вторая глава, с пятого по десятый. Давид умирает. Давид, муж Божий, царь, воин, человек, на которого Бог равнял всех следующих царей. То есть когда мы читаем третью книгу царств, там написано так, что царь такой-то, такой-то, любил Бога, трудил, но не так, как Давид. Или наоборот, вот да-да, но не так, как Давид. То есть этот человек очень культовая личность. Он умирает, он уже старый человек. Вот какое завещание он оставляет сыну? Только вдумайтесь. Третье царство, 2, 5. Это он говорит сыну. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин. Как поступил он с двумя вождями войска израильского? С Авениром, с сыном Нировым, с Амисаем, с сыном Иеревым и Еферовым. Как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обыгрыв кровью своей бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его в мирно, в преисподнюю. А сына Верзииля, голодинянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом. Ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома брата твоего. И вот еще восьмой интересный стих. Вот еще у тебя семей, сын Геры Вениаминтянин из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Он вышел навстречу мне у Иордана. И я поклялся ему Господом, говоря, я не мертвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови, в преисподнюю. И почил давиться отцами своими. Вы вдумались в это завещание? Вот там когда-то, 25 лет назад, меня вот этот семей позлословил. Вот ты его там, это только сын Аврама мог так сказать. Поступи с ним мудро, чтобы не извести седины его в могилу. Только, наверное, так можно. То есть он другими словами говорит, слушай, отомсти этим людям. Потому что они когда-то мне сделали зло, так прошли же десятки лет. Вот знаете, когда мне сегодня пытаются сказать, что Ветхий и Новый Завет это одно и то же. Да не одно и то же это. Ну как можно... Вы представляете, вот кто-то у нас в церкви, да, вот умирает старец такой, собрал детей и говорит, значит, слушай, там Коля один был, там где-нибудь там, давайте город, чтобы я не попал, в Ужгороде. Вот он когда-то мне забор завалил. Вот поедь в Ужгород, и внукам ему курей по траве. Смешно, так же, но ты чё, слушай, тут вечность перед порогом. О чём ты говоришь? И вот когда я это читаю, это не христианский метод. Это не христианство. Это Ветхий Завет, где другой взгляд на вещи, где к врагу надо относиться, как к врагу. Где нужно врагу отомстить, и вот так вот живут. И поэтому, когда сегодня мы христиане, мы по-другому живём. Христос, прощая на кресте, говорит, вот прости им, не знают, что творят. И нам так же учит, и нас так же учит. Поэтому хотя бы вот в этом уже Ветхий Новый Завет, но никак нельзя одним и тем же считать. Может, у меня есть такие мысли когда-то, вот провести такое сравнение между Ветхим, Новым, если Бог позволит собрать все эти вещи. Нельзя это сказать. И у нас в прошлом наверняка есть люди, которые нам что-то сделали. Это больно, это трудно, это сложно, но их надо простить. И последняя мысль. Лука 19 глава, 8 стих. 8 и 9 стих. Я прочту сразу два места и скажу последние мысли. Лука 19, 8. Закхей же став, сказал Господу Христу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, кого чем обидел, вас дам вчетверо. И Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшего. И последнее место на сегодня, Матфея 5, 23-24. Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Последняя мысль. У нас есть прошлое, если есть, которое в наших силах исправить. Мы должны это сделать. Если мы с тобой заняли у кого-то денег, и уже давно их не отдаём, и уже как, и в принципе в наших силах их сегодня отдать, но мы же как-то думаем, да, время покрыло, забыло, мы должны отдать эти долги. Если живы люди, которым мы сделали какое-то, ну, больное, обидное зло, то нужно пойти и выровнять с ними отношения, хотя бы извиниться, простят они тебя, не простят, примут тебя или... Это уже другой вопрос. Надо сделать от себя что-то. Мирись с соперником своим, да? Читаем мы дальше стих. То есть вот это место, это слова Христа. Когда ты пришёл к жертвеннику, то есть когда ты приходишь к церковь, приходишь к Богу в молитве, а ведь Бог, Он же ж напоминает и говорит тебе, где мы с тобой имеем проблему, где кто на нас обижен и справедливо обижен, надо пойти к этому человеку, оставить вот здесь дар Богу, там всё решить и потом приходить. Есть вещи, когда нам надо извиниться, когда нам надо покаяться, когда нам надо решить вот это прошлое, если это в наших силах сегодня. Потому что дальше написано, мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним. Мы сейчас будем молиться. Возможно, кто-то сейчас вспомнил такое неприятное прошлое, которое годами держит в каких-то цепях тебя или меня. Мы сейчас можем обратиться к Христу в молитве, искренне попросить прощения, и Он нас простит. Возможно, кто-то из нас сейчас вспомнил те моменты, где нужно пойти завтра, послезавтра, созвониться с человеком и как-то наладить отношения, попытаться это сделать. Написано, если возможно, с вашей стороны имейте мир со всеми людьми. Вот со своей стороны надо что-то сделать. Возможно, кто-то сейчас сидел и вспоминал, слушай, а я вот там вот вспоминаю свои какие-то прошлые победы и ими живу. Нужно помолиться Богу и попросить, чтобы Он дал сил идти дальше и трудиться для Него. Аминь, братья и сёстры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и и просит и давно совершен я прошу дай мир мой сердце этому человеку дай ему спряжи радость спасения радость покаяния радость прощения твоего Господь мой и Бог мой лекарь 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 религий раз тех до мира у во во в в в Твой народ, Твой церковь, Твою благослови Господь. У всех присутствующих Тонщины, я ни bookie, я не буду тебя первым. Господи, я буду это на работу. Я буду это на работу. Мы все радуемо, чтобы он просил отца Своего, Господи. Чтобы он пришел и сталкивать. Набемо, чтобы не имели ни один, обойдя на лечах, не прав. И сейчас вы, правда, Господи, все помоги и научи их, Господи, это, отец и библиотека. Продолжение следует... 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 «Помолитесь, пожалуйста, за отца. Ему девяносто один год. Болен. Врачи сказали, что дни его сочтены. Пусть Господь сам приготовит его к переходу.» Василий и Светлана. Светлана. Также нам Бог дал мудрости, правильную воспитать, быть добрым примером для нее. Отлично. Мама. Мое желание, чтобы когда она придет в возраст, чтобы она встретила Господа как своего личного спасителя. Ну, а пока, чтобы росла здоровенькой и послушной. Хорошо. Мы об этом будем молиться. Она на меня вообще-то подозрительно так посматривала. Может быть, она расплачется, я тогда ее сразу отдам вам. Но сейчас, друзья мои, давайте мы встанем, благословим эту прекрасную девочку Дарью. И во второй части молитвы помолимся за нужды. Благословенный Господь, мы очень благодарны Тебе за это, Дитя. Ты дал этот чудесный подарок нашим друзьям. И они, Господи, в руки Твои его передают. Твои руки надежные, могучие, крепкие. Поэтому взроси во славу Твою. Желание родителей исполни. Они хотят, чтобы она была Твоя. Они хотят, чтобы она росла крепкой, здоровой. Поэтому мы просим, Господи, сохрани от неизлечимых болезней, несчастных случаев. Пусть, Господи, она принесет радость своим родителям. И, конечно, в дальнейшем, чтобы это была труженица на Ниве Твоей. Будь прославлен в этой семье. Благослови родителей. Дай им быть хорошим примером для подражания. И будь прославлен за все, наш Бог. Аминь. Пусть, Господь, благословит ваше дитя. А также, милосердный Господь, эти нужды, которые были прочитаны, Ты знаешь, это наши друзья, которые просят церковь, чтобы церковь поддержала их в их томлении, в их нужде, в их просьбах. Поэтому, Господь, дорогой, не пройди мимо ни одной нужды. Мы и сегодня днем, Господь, очень много было нужд, не было времени их все перечитать. Но, Господь, Ты все знаешь, Ты все видишь и слышишь. Боже, дай нам, доверяя Тебе, полагаться на Тебя и знать, чтобы как бы ни слагались наши судьбы, наши жизни, живы мы или умираем, мы всегда Твои, всегда принадлежим Тебе. И мы вечны, мы бессмертны, Господи, и ради этого Ты приходил на землю, ради этого Ты пролил Твою кровь и умер на Голговском кресте. Но, к сожалению, мы люди, и нас тревожат и наши будни повседневные, какие-то, может быть, неудачи, переживания, болезни. Поэтому мы идем к Тебе в этих молитвах и несем на руках молитвы наших друзей. Поэтому, Господь, исцели болящих, поддержи ослабевших, изнемогших, Господь. Кому предназначен переход, сделай так, чтобы он был тихим, мирным, безболезненным. Туда, в небесные обители, Ты будешь отзывать и отзываешь наших братьев и сестер. И как хорошо, что мы знаем, куда они направляются. А также, Господь, те, которые украл и угнал дьявол, возврати обратно. Не дай им погибнуть, Господи, возле корыт этих свиных, на этих мавицких полях, Господь. Дай, чтобы они обрели Тебя, дом Твой, отчий дом, и нашли место покоя у груди Твоей, у ног Твоих, святых. Благослови также, мы будем расходиться отсюда. Храни нас в путях, в дорогах, в продолжении этой недели. Будь с нами, и всегда будь с нами, и будь прославлен наш Бог отныне и вовеки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Что с Витя же хочется сказать, друзья? Да, братья и сестры, мы будем продолжать подписывать эти петиции об отмене смертной казни для Ивана Телегуз. Пожалуйста, еще надо. Вот здесь, будем вот здесь, и там в фойе на выходе. Поучаствуйте. Пусть вас Бог благословит. Пусть вас Бог благословит. Пусть вас Бог благословит. Пусть вас Бог благословит. Пусть вас Бог благословит.